Всем привет! Я сегодня вынуждена вышла из дома, я не праздно шатаюсь, мне нужно было в карго уже последний момент занести вещи, там вещей на 150 лир, как бы не хочется потерять. И мне еще нужно срочно в банк. Я обхожу кругами, потому что у нас здесь сегодня рынок, сейчас в рупор что-то говорили, наверное, как всегда предупреждение, у нас здесь рынок. И я боюсь именно, что там много народа, поэтому я буду обходить. Мне сейчас нужно до какого-нибудь отделения банка дойти. Народу на улице. Сегодня солнышко, первый день. Ну как-то, знаете, ладно, когда люди идут покупать себе еду на рынок, без этого никак. Но сейчас уже по Анталии можно заказать. Дали телефон в одной из групп. Появилась служба, где можно заказать на дом. И оплата у дверей, по-моему, можно заказать фрукты, овощи. Все, что вы на рынке покупаете, можно заказывать. Мы решили попробовать. Попробуем. В этот раз муж сходил на рынок, мы все вымачивали, все, что он купил, мы вымачивали. И еще до того, как об этом сообщили. Видите, я иду по серединке, чтобы поменьше людей встречалось не по пути. До того, как еще сообщили по новостям, что нужно выдерживать в воде под кисленой уксусом, мы все это выдержали. У меня муж специально купил такой, как тазик пластмассовый. И мы там все, что он купил, выдержали в подкисленной воде. Потом после этого промыли и в холодильник. Так вот, на улице, помимо людей, которые идут на рынок, но в масках, кстати, достаточно много людей. Я без маски, я маску одену, когда я буду заходить в закрытое помещение, в магазин, где будет много людей, я ее сразу сниму. Я еще с масками, знаете, не определилась, потому что сейчас мне все-таки надо будет перейти. Там же сейчас люди рассосутся, я туда перейду. Я не определилась, потому что попадаются статьи, что маска должна быть на зараженном человеке и на враче, который непосредственно контактировал с больными. Что простому человеку маска даже может навредить, потому что на ней собираются микробы, и уже он может вдыхать эти микробы, которые прилипли к этой маске. Вот, поэтому я пока... У меня маска с собой в кармане. Муж купил там штук пять, он на рынок их носит, но он купил такие многоразовые. Мы потом их будем кипятком обдавать или, может, даже прокипячу. Поварю... Ой, здесь много людей, подождите, я буду... Я хочу перейти, где народу поменьше. Да, я не беспечная, я не верю во всемирный заговор. Давайте здесь мне туда, на ту улицу, потому что его не могут проводить все страны одновременно. Этот театр разыгрывает, причем страны, которые при нормальных условиях, как сказать, не очень-то дружны. Как говорится, береженого Бог бережет. Так вот, что я заметила, с детьми люди в парке сидят, чай распивают возле театра. С детьми катаются на детских площадках, хотя запрещено. Детские парки должны быть пустые, вот как здесь, например. Возле театра детский парк, там дети. Причем с мамами. Я здесь видела отделение почты, мне нужна почта или банк. Так, давайте так вот сюда пойдем. И вышла я, вы представляете, я вышла через три недели, после трех недель карантина. Я вышла, потому что мне уже, ну просто, ну обязательно нужно было, никак нельзя было тянуть. Обязательно нужно было откладывать, тоже не имеет смысла. Я подготовилась у меня в кармане салфеточки. Вот и туалетную бумагу нарвала тоже, все спасибо интернету научила. И нарвала туалетную бумагу в две, не в одно вот деление, а в два, чтобы там за ручки браться. Одну, которую я уже открывала в выходную дверь в подъезд, я же использовала и выбросила. Вот, думаю, у нас стоит у порога колония сразу. Когда муж приходит, он обрабатывает руки колонией. Вот, и после этого идет прямичком в душ. Ничего не трогая, но сначала моет руки, я ему открываю кран, а потом в душ, вот пока он не помоется полностью, голову, все, нос промывает, он к нам не выходит. Вот мы в этом отношении очень осторожны, потому что у меня дочка осматик, и она в повышенной группе риска, муж после инфаркта, но всем надо беречься. Когда собиралась на улицу, говорю, дети, я уже забыла, как на улицу выходят, как собираются, муж хохочет, и говорит, я не помню, что я одевала. Вот здесь спокойная улочка, я как раз и выучу улицы нашего района. Потому что все время гуляла по центральным улицам, а теперь буду гулять по тихим улицам. Что касается карантина, вы знаете, нам совсем не скучно, мы вообще кайфуем. Мы настолько кайфуем с детьми, мы пока еще балдеем. Учебой, конечно, занимаемся, дистанционное обучение дети проходят. Вот, а так я пока их не напрягаю, потому что дети должны быть счастливы, потому что гормон счастья, давайте я вам не буду показывать мусорку, гормон счастья поддерживает нашу иммунную систему и защищает наш организм от вирусов, укрепляет нас, поэтому пускай дети играют, пускай смотрят фильмы. Они, конечно, мне помогают, они подумают, что надо делать, за едой телефоны запрещаю. Вот, а так пускай, пускай. Когда же еще? Когда еще вот такие вот каникулы для них выпадут? Счастье-то такое. Должна заметить, что на уровне инстинкта после осознания ситуации стало шарахаться от людей, стараясь держать эти полтора-два метра дистанцию. Но страха, как такового, страха, паники у нас нет. Мы ничем не закупались, у нас вот осталось там последних два рулона туалетной бумаги, и мы опять купим одну упаковку, мы не закупались ни макаронами, ничем. Ну, мы просто там несколько упаковочек купили. На рынке сейчас побольше купили, потому что на рынок опасно ходить, и каждый раз, знаете, вот обрабатывать вот так вот овощи, это так муторно, несколько часов на это уходит. Поэтому я вам уже сказала, ты сразу много купи. Я нарежу те же помидоры, те же баклажаны, нарежу и положу в морозилку, чтобы каждый раз нам не ходить на рынок. И мы попробуем вот заказать доставку на дом. Несмотря на то, что теплый день и люди вышли, людей гораздо меньше, гораздо меньше, чем в обычное время. Это радует, это радует, но все равно, все равно многовато. Я, честно говоря, думала, рассчитывала увидеть меньшее количество людей. Мы просто будем сознательными, немножечко потерпим. Ну, что такое там какой-то месяц, да, если понадобится полтора в сравнении со всей жизнью. У нас еще впереди много чего, много чего интересного, прогулок и всего прочего, поэтому мы потерпим немножко. Здесь есть отделение почты. Я сейчас хочу спросить то, что мне надо. Есть ли там, смогут мне оказать, смогут ли мне эту услугу оказать. Если нет, то я буду надевать маску, и мы пойдем с вами в центр. Потому что в центре наверняка в такую погоду народу и несознательных граждан, не только те, у которых какие-то срочные дела, а несознательных граждан будет гораздо больше. Поэтому я буду в маске. Даже, возможно, я зайду в Бим или в А101, не знаю, остались ли там перчатки, я очень надеюсь. Там были когда-то по 8 с чем-то, то ли 50 штук. Вот, в общем, хочу купить эти перчатки. И буду тогда использовать перчатки разово. И тут же их выбрасывать. Конечно же, в мусорку. Очень много фотографий появилось, как люди кидают маски и перчатки мимо мусорки, прямо на улице. Но такое свинство просто никуда не годится. Вот отделение почты. Но я читала в группе, что в Махмудларе, например, почта работает только раз в неделю. А здесь что у них? Открыто, не открыто. Хоть бы было открыто, мне не хочется в центр тащиться. Совсем-совсем. И мы даже решили, сейчас ушел, когда ставка тоже есть на дом. Решили, что мы будем заказывать на дом. Потому что наша семья в группе Риска. Открыто все. Сейчас надо будет спросить. Сделала я все, что мне надо было. Но это полный трындец. Дистанцию никто не соблюдает. Считала деньги. Говорю, колонию дайте руки обработать. Колонии у них нету, хотя, по идее, везде в таких местах должна быть. Люди кашляют, не закрываются. Кто-то в маске там. Я сначала достала, кашлящий человек зашел, я достала маску, хотела одеть. Потом он вышел быстро, но я спиной так стояла. Ёлки-палки, ну, люди, ну как так можно? И сами работники тоже, они-то себя обезопасили. Как обезопасили? Они поставили перед стойкой, вы к стойке близко не подойдете. Они перед стойкой поставили стулья спинками наоборот. То есть вы все протягиваете так на расстоянии, наклоняясь и все даете. Ну, а люди совершенно не подумали. Ну, как можно вот в месте, где общие ручки. Ручки я всегда трагивалась до них. Я брала салфеточки салфетками и сразу писала почерк, конечно, когда держишь через салфетку корявый, но это не важно. Выбросила салфетки. Но колонии нигде нет. Руки обработать вообще там нету никакой надежды. Обработать там руки. Но нельзя так. Пожалуйста, улицы так моют, моют. В интернете выкладывают. А на почте, на отделении почты, в таком достаточно населенном, густонаселенном районе, даже нечем обработать руки. Мне еще нужно зайти в Бахарачи. Мне нужно зайти в Бахарачи. В специи. Купить там сухофрукты. У нас все позаканчивалось. Но я, вы знаете, я сейчас зайду в А101. В шок, что могу куплю. У меня чешется лицо. Я не трогаю лицо руками. Я сейчас приду домой, обработаю колонией. И только после этого выйду. Потому что я ни до чего дотрагиваться не хочу. Сейчас этими руками я пересчитывала деньги. Не хочу дотрагиваться руками. Вот сейчас в А101 дети просят сладенького. И когда папа приносит сладенькое, они его так быстро съедают. Но он говорит, я же не буду каждый день выходить. Он тоже рисковать не хочет. Все мы такие нежные. У нас всех надо беречь. Хотя мы надеемся на наш правильный образ жизни. Но мало ли что. Народу, как вы видите, полно. Никто вообще даже не думает соблюдать дистанцию. В спину люди идут. Сколько не говорят. Уже, по-моему, телевизор только об этом и твердит. По телевидению только об этом и говорят. Держите дистанцию. Не кашляйте. Прикрывайтесь. Нет, хоть кол на голове тиши. Когда я только в начале карантина приходила, вот этих маленьких не было. Я их сейчас возьму и буду в сумочке носить. Наберу сейчас. Но я ищу перчатки. Я не хочу этими руками дотрагиваться. Слушайте, я хочу перчатки. Нет, я не параноик. Я просто, понимаете, ну деньги. Вы понимаете, что это самое грязное, что может быть, это деньги. И я хочу сейчас... Я же продукты буду покупать. Если я перчатки не найду, я выйду. И потом... Там есть перчатки или нет? Если я не найду перчатки, я выйду. Дома обработаю руки. А потом буду уже заходить покупать продукты. Или буду по интернету. Нет, салфетки есть. Очки протирать. Не вижу я. Здесь же все время были перчатки. Сейчас еще в шок зайду и в бим зайду. Если перчаток не будет, я покупать не буду. Я очень переживаю за мою дочку. У меня дочка астматик с двух лет. Поэтому это в самой зоне риска за ребенка. Как знаете, не столько за себя, сколько очень переживаю за ребенка. Ну где они? Нет, нет. Сейчас пойду спрошу. Но я возьму салфеточки. Салфетками тогда протру. Протру салфетками. Возьму салфетки, сейчас вытру руки салфетками. Давайте немножко вам цены покажу. Беру колбаску детям. Хоть вредно, но просят. Пищат уже. И набрала сливочное масло. И набрала уже им сладости, чтобы они с этими сладостями от меня уже отстали. Вот здесь в этом отделе, что более натуральное. Я взяла эклеры, мы их любим. Я взяла медовик. Вот есть большой медовик. А есть вот такой маленький медовик. Броуни взяла, Виолетта любит. И взяла вот такие шоколадочки с молоком. Бисквит с молоком там. Йогурт взяла, Эртану. Ну такой, побаловаться детям. То они сейчас у меня едят только полезную пищу и им уже стонут. Смотрите, сыры. По-моему, цены хорошо видно. Я не заметила никакого повышения цены. Да, кстати, перчаток нет вообще. Все, пришла домой, все принесла. Накупила полных три пакета на 200 лир им всего, что они любят. Гадость, но детям должно быть в радость, понимаете? И сейчас все должно быть в радость. Жизнь у всех должна быть в радость, чтобы мы не заболели. Поэтому деткам накупила. Но сказала, если съедите все сразу. Все сразу, конечно, невозможно съесть. Ой, ветер, не знаю, будет слышно вам или нет. Стараюсь рукой держать. Если, говорю, съедите все сразу, больше не пойду. Вот. Даже купила им вредную одну баночку колы на двоих. Ну, по пол баночки, ничего страшного не будет. Но из всего вредного старалась выбирать наименее вредное. То, что в основном в холодильниках лежит. Ну, и парочку там печенюшек, бисквита. В магазине, что в магазине люди соблюдают дистанцию. Сами люди, они не толпятся у кассы. Где-то метр-полтора дистанцию люди соблюдают. Это радует. А что еще хотела сказать в этом, в карго. Парень сидит в маске, который работает в карго. Я от него вообще шарахалась. Он дико кашляет. Видно, что у него температура. У него очень красные глаза, и он работает в карго. Вы понимаете? Но так нельзя. Я понимаю, что человеку нужно деньги зарабатывать. Но отпустите его там на две недельки полечиться. Потому что там... Пока я стояла, он раз и четыре прям с надрывом кашлял. Учитывая обстановку, нельзя таких работников оставлять. Если бы он работал в кабинете отдельно с бумагами, это другое дело. Даже несмотря на то, что у него маска. Он эту маску уже не меняет. Он как сел на рабочее место. Так и сидит в этой маске. А я иду сейчас... Я домой пришла. Залила руки этой колонии. Просто залила. Успокоилась, обработала после денег. И теперь иду покупать сухофрукты. Иду покупать специи. Иду это все покупать в моем проверенном месте, где все настоящее. Вы знаете, там даже куркуму, вот порошок куркумы, он не светлый такой. А он темный. И он с такими крупиночками, черненькими от корня. Потому что там дедушка работает где-то лет 80-ти. Это его дюкян, это его магазин. И он мне сказал, что он сам перекручивает корни, именно корни. А говорит... Я пришла когда к нему первый раз. Совершенно случайно наткнулась. Пришла первый раз. И он мне говорит... А вот... Я говорю, у меня есть куркума. Он говорит, вот у куркума. Я, говорит, сам кручу из корня. Я говорю, у меня есть куркума. Он говорит, а какого цвета уйца куркума? Наверное, цвета апельсина. Я говорю, да. А он говорит, это значит смешанная с чем-то или с крахмалом, или с мукой, но с чем-то смешанная. Она не должна быть такой. И показал мне, какой она должна быть на самом деле. Разница просто фантастическая. Если у меня получится... Я там мешочки специально держу, потому что хочу людям показать эту разницу. Если у меня получится... Простите, я не смотрю, что я снимаю. Если у меня получится, то я сделаю кадр, показать вам, как выглядит настоящая куркума, которая перекручена из корня. И как выглядит куркума мелкая, как мука такая. Такая она, знаете, светленькая. Вот чисто цвета апельсиновой корочки. Светленькая. И мед там натуральный, вообще не приторно сладкий. После натурального меда мне мои подписчики сгомили. Какой мне подписчики мед привозят? Если бы вы только знали. У них свои пасеки, ну просто фантастический мед. Каждый раз вот мне такое чудо достается от них в подарок, когда они приезжают. И после этого меда просто невозможно магазинный, невозможно просто есть. Даже детям просто в качестве варенья, уж лучше просто варенье, чем такой мед. Он настолько приторно сладкий и неприятный. Сразу чувствуется, не знаю, или присутствие ароматизаторов. Не знаю, что там чувствуется. Но это совершенно... Видите, женщины идут в масках сознательные. Это совершенно разные вкусы. И вот у этого дедушки тоже мед. Он неприторно сладкий. Он просто замечательный. Цены у него намного ниже, чем у других. Вообще дедушка, конечно, молодец. Он один из тех, кто работает... Знаете, вот я немножко скучаю по той Турции. Я еще знала ту Турцию, когда... Когда... Все было более... Как вам сказать... Не могу подобрать слово, но просто... Как говорит этот сам дедушка. Говорит, сейчас молодые думают только о том, как заработать. А я, говорит, думаю только о том, как продать хороший товар и при этом уже заработать. Сначала думала, что я не туда пошла. Думаю, крюк сейчас сделаю. Но пошла я как раз-таки туда. Немножко у меня пересохло горло. Пересохли губы. От того, что на улице ветер и пыль поднимает. Видите, песок сегодня... Вчера был дождь, а сегодня сухо. И ветер поднимает песок. Но я не буду пить на улице. Знаете, когда нельзя чесать лицо. Тогда кажется, что чешется наоборот все и сразу. И глаза, и нос, и рот. Но я держусь, я терплю. Я этого делать не буду. Я повторю всю процедуру, которая заставляет делать моего мужа. Я, когда приду, опять обработаю руки колоний. Пойду в душ. Одежду всю кину в стиралку. И сама искупаюсь. Мушмула здесь еще зелененькая. Но я знаю, что уже в Алании. Я читала, что в Алании уже мушмулу собирают. Здесь это деревце зеленое. Наверное, на рынке есть. Но муж сказал, что надо еще подождать. Потому что кислое. А мы кислое не любим. Мы сейчас, знаете, что кушаем? Мы сейчас кушаем зеленый миндаль. Он очень-очень полезен. Он настолько полезен, что он даже останавливает развитие раковых клеток. Ой, кто-то там ругается. Не туда куда-то кто-то поехал. Народу вы видите. Я не ожидала такое количество увидеть. Я не ожидала. Три недели сидела дома. И вот было холодно. И я так обрадовалась, что люди такие сознательные. И у нас возле дома очень мало народу было. И пусто. Но стоило отойти чуть дальше от дома. И народу. Вот народ. Но все, наверное, тоже сидели. А как солнышко побежали кушать, покупать. Не знаю. Супер товар. И можно сказать валюта нынешнего времени. Туалетная бумага. Так что она есть. Ну, похоже, это полотенце. Бумага туалетная, думаю, у них тоже есть. Видите, она есть. Все есть. Я не покупала. У нас два рулончика есть. Потом муж сходит. Может, я на обратной дороге куплю. Просто потому, что уже необходимость. Мы не закупаемся. Не знаю. Я верю в возможности Турции, в возможности ее производства и в наполняемость складов. Мне кажется, что это абсолютно лишнее сейчас наполнять домашние склады. Этот детский парк пустой. Как и должен быть. Кстати, что еще интересный факт я хотела вам сказать. Турция не пьющая страна, да? Здесь, как бы, есть люди, конечно, которые выпивают ракы в основном. Но они как-то именно по пятийным заведениям. И потом быстро домой. На улице никто не шатался. Люди в маске. Молодцы. На улице никто не шатался. Поэтому их вообще видно не было никак и нигде. Теперь, когда все пятийные заведения закрылись, я прошла до почты. От почты до магазина и домой. И встретила два человека не совсем трезвого вида. А точнее сказать, совсем не трезвого вида. Один спал в парке на скамейке. Вот. Другой, понимаете, прямо плевал на дорогу стоял. И он был явно старше 65 лет. Я думаю, где эта пресловутая полиция? Надо поездить ему как-то тщательнее по улицам. Но надо отдать должное, что в центре людей намного меньше, чем обычно намного меньше. Сегодня ветер, но я стараюсь прикрывать часть телефона, где микрофон рукой. Не знаю, насколько это поможет. Давайте немножечко красоты вам. И пойдем. Уже зеленый. Наш зеленый. Давайте будем переходить. Переходить будем. Людей намного меньше. Эта остановка все время была забита просто. Меньше они есть, но меньше намного. Общественным транспортом я пользоваться сейчас не планирую. Если нам надо будет куда-нибудь ехать, мы будем ехать на такси. При этом оденем маски. Хочу пояснить что. Хочу пояснить один момент. Многие говорят, что этот вирус не опаснее других вирусов, не опаснее обычной атипичной пневмонии, не опаснее обычной сезонной пневмонии гриппа. Возможно, да. Но дело в том, что заболевает вирус абсолютно новый, заболевает большое количество людей одновременно, не хватает ресурсов, не хватает аппаратов искусственной вентиляции и легких, и тяжелых людей просто оставят умирать. Об этом уже было написано, об этом кричат везде врачи, что как бы планируется, что должно переболеть 70% минимум населения, но это должно происходить постепенно, чтобы каждому человеку по максимуму оказывали медицинскую помощь. Вот этот момент нужно всем обязательно понять и перестать говорить о том, что смертность нам от других заболеваний намного выше и все прочее. Другие заболевания уже у нас давно, эта смертность как бы, она стандартная почти каждый год. И уже все медресурсы, их достаточно для этих заболеваний. А это новое заболевание, которое добавляется к тем сезонным, они же никуда не исчезли. Если появилось новое заболевание, это вовсе не означает, что все другие расы исчезли. Поэтому нужно поберечь себя, нужно поберечь пожилых людей, нужно поберечь других, даже если вы, и если переболеете, то может быть на ногах и очень легко, то есть пожилые люди, есть другие люди с заболеваниями хроническими, люди в группе риска. И вы можете просто оказаться сами разносчиком заболевания. Но немножко нужно потерпеть. Я не знаю, вот или я чересчур сознательная, но для меня не составляет труда сидеть дома. Вот три недели мы сидели, совсем не скучно, я говорю, нам наоборот по кайфу, дети тоже довольны. Единственное, что мы начнем скоро делать зарядку, потому что с мышцами просто происходят очень нехорошие вещи. Вот это все я беру, и это еще не все. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok